Первый вопрос классический пчеловод. Зачем? Зачем спилка? Чего это мы тут будем платить взносы? Зачем мы этим будем заниматься? И все остальное. Я не буду агитировать за советскую власть. Я просто расскажу, что мы можем на сегодняшний день сделать сообща. То есть объединившись, что может получиться в дальнейшем. Мы организовываем при спилке пасечников Харьковской области практические курсы, школу фактическую. Курсы-семинары, практикумы, лекции. И будем обучать пасечников, как заработать на пчеловодстве. Они будут разбиты по уровню квалификации на разные изложения, потому что начинающие и там никого не большие пасеки это один уровень. Те, у кого пасека более крупная, там 20, 50, 100, это совершенно другие технологии, совершенно другая работа. И те, у кого больше 100 семей, это уже совершенно другое пчеловодство, совершенно другие запросы у людей, совершенно другие пожелания. Значит, по таким направлениям будет вестись работа, то есть эти курсы будут организованы. Технология применения якисных продуктов для леса. Что имеется в виду? Самые последние разработки мировые в пчеловождении, то есть системы, методы, технологии. То есть все, что касается непосредственно развития пасеки и работы с пчелами. Кто-то знает, кто-то не знает, то есть это может быть полезным. Второе. Переработка воска, то есть получение воскового сырья, качество этого сырья, воск как товар, как получить больший выход и так далее. Один из циклов этих кусочек сегодня я вам презентую, то есть по поводу воска. Здоровье Абжил, застосование в этот препарате. Вы знаете, что у нас основная проблема, это либо препараты, которые неизвестные, либо не имеющие сертификации, либо фальсифицированные, либо содержащие антибиотики. Поэтому для того, чтобы вы могли свой продукт реализовывать, вам нужно знать, с какими препаратами работать, как применять, где поставить диагноз пчелам. Потому что одно дело, пчеловод сам поставил диагноз, совершенно другое, это лабораторное исследование, где диагноз поставил профессиональный ветеринарный врач, специалист, понимаете. Это очень важно. И назначил лечение. От того, как вы будете их применять, зависит качество этого меда и вообще возможность получить за него деньги. Потому что не секрет, как сейчас закупают мед. Отобрали пробы, позвонили, говорит, ваш мед с антибиотикой. Цена вопроса 2 за гривен. А есть он там или нет, вы его проверить не можете. Я работаю с этими лабораториями, киевской и львовской. Одна проба, если вы будете сами сдавать, обойдется вам сейчас в 22 тысячи гривен. Если вы будете сдавать 10 проб, одна проба обойдется в 7600 гривен. Это официальный чек, оплатан через банк. Никто из пасечников на такие траты не идет, просто для того, чтобы выездить. Если крупная партия и спорный вопрос, может быть. Но в принципе, проверить свой мед вы не будете делать, я в этом уверен. То есть, вот простая физхимия, то, что могут сделать дома, это все, что можно получить. Как продать свой мед? То есть, эти тренинги будут по уже маркетингу. То есть, какие должны быть эти терпи, какие должны быть сертификаты, как он должен быть представлен, упаковка, производители тары, то есть, цена тары, ну, где закупить тару и так далее. То есть, именно практические вещи, для того, чтобы вы могли, выходя на ярмарку, представить свой товар и чтобы он выгодно отличался, чтобы вы смогли этот товар купить. Медовий напой. Это еще одно направление, которое позволяет реализовывать свою продукцию, перерабатывать мед и так далее. То есть, ну, как способ реализации продукции. Это будет вести наши медовары, Харьковская областная организация. Дальше. Спилка может помочь вам с закупкой оборудования, с закупкой инвентаря, увеличению пасеки, расширению пасеки. То есть, у всех есть потребность в пчела-пакетах, у всех есть потребность в качественных матках, у всех есть потребность в обеспечении пасеки необходимыми расходниками, рамочками, вощиной и так далее. По одиноках, то есть, вы не можете проверить, что вам привезли. Ну, то есть, реально не можете. До вощины дойдем, я все покажу. Улья, рамки, это, если спилка заказывает, мы заказываем оптом, цена другая. То есть, вам ничего не стоит собраться, написать, мне там 5 ульев, мне там 2, мне там 1. Согруппировали, у вас получился заказ на 100 ульев, цена упала на 10%. Ну, это деньги, понимаете? Это для вас тоже, в принципе, интересно. Если сами будете заказывать, уже совершенно другое дело. Спасибо. Продолжение следует...